Привет всем, у микрофона хомиш, и сегодня мы поговорим о том, все ли так плохо на настоящий момент. Само собой, затронем тему приостановки поставок продукции Intel и AMD на территорию России, также вспомним Apple и TSMC, ну и попытаемся оценить ближайшие перспективы, если такие вообще намечаются. А пока напомню, ребят, обязательно проверьте подписку на канал, последнее время YouTube активно всех отписывает, и я сам на это попался. Захожу на каналы, на которые давно подписан, а у меня висит кнопка подписаться. Короче, вы поняли, и еще обязательно нажимайте на колокольчик, дабы узнавать обо всем интересном раньше остальных. Но прежде чем начать, у меня есть срочное дополнение по этому поводу. Видео взято с канала Мэдди Мурка, ссылка останется в описании. Действительно, в продаже отсутствуют процессоры и материнские платы, но связано это не с тем, что их больше никогда не будет, а с рекордным падением рубля. Дистрибьюторы временно поставили на паузу абсолютно все поставки, пока ситуация с курсом не устаканится. А пока, насколько я понимаю, происходит переоценка, то есть все вернется в продажу, но будет дороже. И да, последующие новости были записаны ранее, но это не отменяет их полезности. Самая важная для многих новость, это то, что AMD и Intel приостановили поставки своей продукции на территорию России. Думаю, ни для кого не секрет, что это крупнейшие американские производители центральных процессоров. Но важно учитывать, вся эта история затрагивает лишь промышленные и серверные сектора, что неизбежно приведет к дефициту серверов и росту их стоимости. Короче, на Xeon из Алика нахлынет новая волна популярности, а вот уж тоже до обычной потребительской продукции она так и будет поставляться. То есть купить AMD Ryzen или Intel Core не составит никакого труда, вопрос скорее в курсе доллара. Опять же, важно учитывать, исходя из информации РБК, представители AMD и Intel в устной форме сообщили, что временно продукция не поставляется на территорию России. И вот здесь стоит отметить одно самое главное слово – временно. Плюс, повторюсь, обычную потребительскую продукцию это никак не затрагивает. Не стоит забывать, что российские госпредприятия и промышленный сектор и так переводились на российские процессоры, но об этом чуточку позже. Официальный представитель Intel в России не смог дать прямого ответа на этот вопрос. Он лишь сообщил, что компания внимательно следит за ситуацией и обеспечивает соблюдение применимых санкций и правил экспортного контроля, включая новые санкции, введенные OFAC и правила, изданные Бюро индустрии и безопасности при Министерстве торговли США, которое по сути и является главным регулятором в области экспортного контроля. В то же время официальный представитель AMD отказался от каких-либо комментариев. Также поступил и представитель Минпромторга России. То есть, ребят, бить в колокола не нужно, создавать ажиотаж и панику тоже нет никакого смысла. Это как раз самая главная беда. Да, безусловно, если рубль не окрепнет, то процессоры подорожают, но это не значит, что на том, что вы купили сейчас, вы и будете сидеть в ближайшие 10 лет. Про видеокарты и вовсе не было никакой речи. Насколько я понимаю, их и дальше будут поставлять без особых ограничений. Возможно, какие-то высокопроизводительные ускорители вычислений не доберутся до России. Но вот обычная потребительская продукция пока не попала ни под какие санкции, и я думаю, не попадет. Здесь, конечно, лучше слушать мнения каких-нибудь экспертов, но думаю, адекватные люди и так все прекрасно понимают. Даже если самая обычная потребительская продукция попадет под санкции, вы все равно сможете ее приобрести в ближайшем зарубежье, через каналы в Казахстане, Монголии, Китае и т.д. А что же до всех вот этих банковских ограничений, санкций и заморозок? Похоже, под это дело и запускались карты МИР и система передачи финансовых сообщений. Напишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях, и, ребят, советую оперировать не только лишь желтыми заголовками, а пытаться вникнуть в суть ограничений и самих новостей. Следующий момент – это TSMC, которые должны прекратить работу с заказчиками из России. Крупнейший в мире производитель полупроводниковой продукции – Тайвань Семикондуктор Мануфактуринг Компани, более известный как просто TSMC, 27 февраля официально прекратили поставки полупроводников в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Тайваньское центральное информационное агентство. TSMC уже полностью прекратила поставки в Россию и ее промышленным поставщикам. По словам агентства, тайваньцы в том числе приостановили производство разработанных в России полупроводников марки Эльбрус. TSMC внимательно изучили санкции для обеспечения полного их соблюдения. Российские заказчики, такие как Байкал Электроникс, НТЦ Модуль и МЦСТ, являясь безфабричными компаниями, остаются без возможности производства на тайваньских фабриках. Интересно, будут ли отгружены уже заказанные чипы? На самом деле, список российских компаний, которые сотрудничали с TSMC, до всех санкций значительно больше, чем мы можем себе представить. Коммерсант сообщает, что в правительстве уже неоднократно проводили совещания, прорабатывая различные сценарии санкций. И по итогу мы получаем ситуацию, когда альтернативных вариантов не так уж и много. Самая предавая технология производства полупроводников в России прямо сейчас, это 130 нанометров. Вроде есть перспективы на 90 и меньше, но опять же, с учетом всех санкций, даже закупка оборудования будет серьезной проблемой. Тем не менее, существующих запасов местных компаний пока еще хватает на 1-2 года. Ну и в теории, вполне можно начать смотреть в сторону Китая, который не поддается ни на какие санкции и продолжает сотрудничество с Россией. К примеру, китайская компания Semiconductor Manufacturing International Corporation, сокращенно SMIC, имеет фабрики, которые могут выпускать пластины с соблюдением 28 нанометровых технологических норм, и в прошлом году дали старт фабрике, которая сможет выпускать до 35 тысяч пластин в месяц с соблюдением передовых техпроцессов ниже 14 нанометров. Да, конечно, это не 7, не 5 и даже не 10 нанометров TSMC, но все равно неплохо. Тем более, самый актуальный и высокопроизводительный российский процессор Elbrus 16S использует 16 нанометровые тайваньские нормы. Безусловно, огромные усилия придется потратить на переход с норм Тайваня на нормы Китая. Потребуется немало инженерной работы, да и обо всем нужно договориться, но чисто теоретически это вполне возможно. Да и то, что китайские военные корабли постоянно проводят учения возле Тайваня, думаю, тоже совсем не так однозначно. А вот теперь приятная для многих новость. Напомню, последние американские санкции направлены в первую очередь на промышленную отрасль, в том числе и военно-промышленный комплекс. А вот ввоз потребительской электроники в Россию никто не планирует ограничивать. То есть новые айфоны в страну будут поступать, как и консоли, компьютеры, мониторы, телевизоры и все прочее. Кому интересно, вы можете сами изучить документ, опубликованный Министерством торговли США и Бюро промышленности и безопасности. Во-первых, разрешения на экспорт будут выдаваться в некоторых редких случаях, связанных с безопасностью гражданской авиации, гуманитарными нуждами и иными обстоятельствами исключительного характера. Но и в то же время в этом документе имеется важное исключение, из которого следует, что Россию не ждет запрет на экспорт потребительской электроники Из списка продуктов, на которые американский регулятор будет распространять политику отказа, исключены коммуникационные товары потребительского характера, такие как смартфоны, компьютеры, модемы и цифровые камеры. Поставки этих товаров на потребительский рынок России никто не собирается ограничивать. Однако, американский регулятор запретил покупку американских гаджетов российской элите, включая даже президента страны, премьер-министра, вице-премьеров, федеральных министров и многих других чиновников, включая даже руководителей государственных СМИ. Аналогичные санкции вводят еще 32 государства, включая страны Евросоюза, Великобританию, Канаду, Японию и другие. Короче, суть вы поняли, обычная потребительская электроника не попадает под санкции. А вся эта ситуация с огромным ростом цен не более чем ажиотаж. Конечно, цены поднимутся, ну, не в 5, не в 3, даже не в 2 раза. Скорее процентов на 20-30. Поэтому, если вы хотели закупиться, то да, наверное, лучше это сделать сейчас. Но опять же, внимательно изучите рынок и выберите самые лучшие предложения. Различные менее крупные магазины пока что минимально накинули цены в сравнении с теми же крупняками вроде DNS, CityLink, MVideo и т.д. Да и федеральная антимонопольная служба попытается удерживать ситуацию под контролем. Плюс, вроде как, криптовалюты разрешат в ускоренном порядке. В общем, спасибо вам всем за просмотр. Надеюсь, этот видос был хоть кому-то полезен. Я внимательно слежу за новостями и обо всем интересном, естественно, вам расскажу. А пока обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, дабы оставаться в курсе всех новостей. Удачи и до новых встреч.